всем привет рад вас видеть точнее рад что вы меня видите и даже некоторые люди ставят мне из вас лайки я очень благодарен так сегодня мы будем делать такую вещь как арбалет боевой таким арбалетом очень сильно можно ранить было испытано для основы возьмем доску 150 на 50 из нее выпилим наше основание в форме ружья так скажем теперь дело за малым надо этот кусок дерева обработать так как нужно нам чтобы было гладко без всяких занос то есть сделать хорошую ручку хороший ствол для нашего нового арбалета пока я махал топором на улице потемнело и я медленно перешел свою мастерскую вот на этом месте я решил сделать ручку чтобы держаться за эту палку да не все я вру если честно там просто был сучок и там было все не гладко и поэтому я решил чтобы не долго не выкаблучиваться я просто возьму сделаю там какую-нибудь декорацию так Продолжение следует... Все это дело аккуратно обрабатываем наждачкой. И в итоге у нас получается вот такой вот черенок. От лопаты хотел сказать. Черенок для нашего будущего арбалета. Делаем пилой прорезы полтора сантиметра глубиной, чтобы вставить наш будущий ствол. Стамеской выколупываем всю ненужную древесину. И прикручиваем алюминиевую направляющую для стрел. Теперь вот эти гайки нам надо приварить для того, чтобы наша тетива не срывалась и крепко держалась на дуге. Вот так получилось. Я все закрасил краской нахрен, чтобы ничего не было видно плохого. В принципе смотрится неплохо. Ну а вот и наша тетива. Для ее создания я взял тросик от автомобиля ВАЗ. Ну и в принципе его я и натягиваю. Ну чтобы совсем красиво было, я это все дело замотал изолентой. Ну как-то вот оно лучше так выглядит. Курок мы сделаем из куска железа толщиной в 2 мм. Размечаем, каким он будет. С помощью болгарки вырезаем по нашим начерченным линиям наш будущий курок. Субтитры сделал DimaTorzok Все края ровняем, чтобы не пораниться, обрабатываем наждачкой его. Заранее я проверил натяжку нашей тетивы и примерно высчитал, где будет цепляться курок за нашу тетиву. С помощью детского амортизатора радиоуправляемой машинки мы делаем ограничитель для того, чтобы курок не болтался, как сопля на этом бруске. И в то же время мог откинуться обратно. В итоге конструкция нашего курка выглядит вот таким вот образом. То есть мы нажимаем, а он обратно откидывает вот до того момента, чтобы зацепить тетиву. Ну и вуаля! Наш арбалет готов! Приступаем к его испытанию. Ну и конечно, чем мы будем стрелять? Это стрела, сделанная из железного прута и на конце намотал я для противовеса проволоку. Продолжение следует... Приступаем к его. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно сказать, я не ожидал такой мощи, такой силы от этого арбалета. На самом деле, я думал, что он будет намного слабее стрелять. Но вышло, как видите, все очень серьезно. Наверное, я уберу его подальше от своих детей и буду стрелять, если даже им буду давать, то только с моего разрешения и только под моим присмотром. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА